В этом ролике хотелось бы поговорить о нападении на Челябинскую школу. Сообщение об атаке в полицию попадает в 9.20, о чем сообщают в региональном управлении ведомства. По предварительным данным, подросток по имени Роман врывается в классный урок биологии. Телеграмм 112 опубликовал запись разговора с самим нападавшим, 13-летним, сразу после его задержания. Два раза девочек очень быстро. Потом начал по ними молотками петь. Куда бил? Ну, первой по голове. Она. Помимо двух молотков и ножа, он еще с собой прихватывает пневматический пистолет и музыкальную колонку. Два молотка было, пистолет и нож, потом в сумку это засунул, мальчик зашел. Я ему сказал, чтобы валил отсюда. Я песню на колонке врубаю и побежал на урок биологии. Захожу, останавливаюсь около доски, в девочек выстрелил два раза, рассказывает парень, заявив, что хотел прославиться. После выстрела, затем он начинает избегать учеников. Его не было в школе, он пришел за 5 минут до окончания урока и начал кричать, набрасываться, все происходило мгновенно. Я побежала защищать одного мальчика, дети кинулись меня защищать, в общем пострадали все. Рассказывает о произошедшем учительнице. В ходе нападения пострадало четверо, трое учеников и одна учительница. Самые тяжелые травмы достались 13-летней девочке, ее доставили в больницу с подозрением на открытую травму головы и ранением шеи. Девочке даже потребовалась медицинская кома, врачи борются за ее жизнь. Школьника-маньяка задержали приехавшие сотрудники Росгвардии, с ними уже работают следователи. В интернете тут же отметили, в школе 68 на улице Барбюса, где и произошел инцидент, стоит рамка металлодетектор, да и охранник на посту сидел. Как при этом школьник умудрился принести оружие и совершить нападение? Вопросом задались местные власти. Дал поручение правоохранительным органам Министерству образования и администрации города, уполномоченному по правам ребенка, детально разобраться в ситуации. Также поручая провести проверки во всех образовательных организациях, заявляет губернатор региона Алексей Текслер. По предварительной информации, которую озвучивает Шот, рамки в школе просто не работали. 51-летняя охранница ничего подозрительного не увидела и спокойно пропустила школьника внутрь. Более того, телеграм-канал дополняет на тревожную кнопку, она нажимает только через 15 минут после нападения. Намеки про рамки и их работоспособность дает Следственный комитет. Уголовные дела возбудили не только из-за покушения на убийцу, а еще по статьям, связанным с халатностью сферы охраны школы. Шокирующее нападение заставляет задуматься над вопросом, почему этот парень это сделал. Стоит подметить, данный филиал школы номер 68 является коррекционным. Нападавший мальчик, по данным 112, уже состоял на учете в психоневрологическом диспансере. А судя по рассказу знакомых и учителей данного мальчика, получается классический рассказ про тихий омут, в котором водятся черти. Был тихоней, троечник, ни врагов, ни друзей в классе. Также в различных группах парень пытался найти себе друзей, и что, видать, ему не удавалось сделать. Еще друга 11-14 лет, мне 13, я сам добрый, писал школьник в группах знакомств Челябинска, оставляя даже район, где он живет и свой номер. Соседи говорят про парня вот что. Мы его особо никогда не видели, парень из школы почти всегда уходил домой. Он же это немного, непростой ребенок. Мы его редко встречаем на улице, постоянно сидит дома, рассказывает РЕН-ТВ соседка семьи мальчика. Получается классический портрет для подобных нападений, но и все-таки не каждый одинокий домосед набрасывается на одноклассников с оружием. Поэтому выясняют дальше, что могло стать триггером для мальчика. Так, источник ура.ру заявляет, что состояние парня резко ухудшилось после диктов в Подмосковье. На фоне трагических событий 22 марта, нападения в Крокус Сити Холл, у подростка обострились психические заболевания. Он начал активно изучать материалы на радикальную тематику, чем привлек внимание правоохранительных структур. Еще есть предположения о месте парня за оскорбительную ситуацию. Поговаривают, его одноклассники измазали как-то косметикой, из-за чего парень сильно расстроился. За пару часов до атаки подросток оставляет в соцсетях очень странное письмо, по сути манифест, который подтверждает слова о увлечении радикальными вещами. Кстати, я когда в садике узнал, что русские хорошо оружие делают, начал как-то гордиться за Россию, но только на минуту, поняв, что это оружие используется во благо, а не в уничтожении. Поэтому оружие все под контролем, чтобы мы, свободные нации, не могли лить жизнь от таких же рабов под названием свободная нация. Наша нация никакая не свободная, ее так просто назвали свободной, чтобы люди не считали себя рабами, и это работает. И школа создана, чтобы дети становились рабами, и чтобы отвлекались от правды нашего правительства. В школах внушают, что хорошо, а что плохо, но на деле же, на самом, нету хорошего и плохого. И ада не существует нашей великой нации. И этот пост буквально отражение ребенка изнутри, как, к сожалению, он действительно увлекся не теми вещами, да еще и в столь юном возрасте, ему всего 13 лет. Подобное чтиво может оказать слишком сильное впечатление на неокрепшую психику. Причем, как я бы еще хотел подметить, судя по нападениям в Пермском университете, куда пришел в 21 году стрелок Тимур Бекмансуров, Ильнас Галявиев и девочка Алина Афанаскина из Брянска, пострадавшие от рук этих нездоровых исчисляются сотнями. И названные персоны, язык не поворачивается назвать людьми, они оставляют публичные посты ВКонтакте. Их текста также наполнены злостью из-за обид. И мне интересно, почему ВКонтакте не разработают систему отслежки подобных постов, чтобы брать под козырек потенциальных людей, которые угрожают что-то совершить ужасное. И надо принудительно отправлять таких вот учеников работать с психологами, прорабатывать искаженные и деструктивные взгляды. Я уже устал в таких роликах поражаться от системы охраны в школах, в Челябинске детей охраняла 51-летняя бабушка, а металлоискатель тупо не работал. В очередной раз в Челябинской школе теперь детей охраняла 51-летняя старуха, а металлоискатель опять не работал. А я напомню, в случае нападения Алины Афанаскиной металлодетектор тоже был в отключке, и нападавшую удается ворваться, в школу совершив много убийств. Когда уже создадут организацию, которая будет заниматься внеплановыми проверками школ, кто их охраняет, я крайне сомнительно отношусь к боеспособности 51-летней бабушки, что из нее выйдет хороший охранник. И как ей отражать вооруженного полуфабриката, имея из арсенала только метлу и ведро, и начать ими что ли размахивать? Даже старшеклассник гораздо сильнее пожилой бабушки и легко с ней справится. Охранником должен быть сильный мужик, а лучше чтобы их было два, вооруженные бронежилетами и работающим металлоискателем. И большинство таких нападений, которые происходили ранее, можно было избежать, поступив таким образом, защитив детей нормально. Глубочайшая проблема всех таких случаев в первую очередь проистекает из самой охраны школы, которая находится в плачевном состоянии. Было сказано ранее, мальчик от безысходности в 13 лет уже пошел знакомиться на СЗ сайтах знакомств. Представьте картину, у него нет никаких друзей, он увлекается радикальными идеями в юные года, там еще наверняка юношеский максимализм запредельного уровня. Нет никакой поддержки извне, только одни враги кругом, а как нам известно, дети очень редко общаются с родителями, как с друзьями и не могут доверять свои секреты. Я как себя вспомню школьника, у меня друзья были, но я бы никогда не рассказал о неразделенной любви или проблем с ребятами, с которыми я там подрался в школе и все такое. Я бы о таком своим родителям не открывался. А тут у парнишки с псих-проблемами ноль друзей, как и поддержки в целом, получается его в основном окружает негатив. Крайне деструктивное мышление подписывается заинтересованностью политикой, а это даже взрослому человеку портит психику и настраивает на печальное мышление. Поэтому если вы испытываете регулярный стресс, мало положительных впечатлений, научите себя банально выходить на улицу и гулять лучше по новым местам. Если у вас есть чувство дискомфорта по причинам боязни людей, это даже хорошо, вы со временем привыкнете, таким образом происходит ваше развитие. Сходите в какой-то аквапарк по возможности или посетите аттракционы, где можно получить бурю таких впечатлений, посмотрите мероприятия бесплатные в вашем городе, дискотеки вообще супер вариант. Это поможет держать психику в здравии и положительном мышлении. А прям супер база это занятие спортом, где вы будете получать достижения, к примеру, медали за победу в соревнованиях или просто становиться сильными. Это вам придаст смысл жизни и гордость собой. Конечно, будешь сходить с ума и будут появляться всякие дурные мысли, если ты сидишь дома и испечатление это когда тебя наругали в школе. Лайки ставьте, подписывайтесь и жмите колокольчик, пишите комментарии.